Буквально на днях ко мне зашел Димон и такой говорит Лёха, я тебе раздобыл ключик на игру под названием Трипанк 2 Я что-то про эту игру уже слышал, однако я, скажем так, неожиданность была для меня То, что Димон раздобыл этот ключик, и я всё-таки не приминул как раз-таки того самого момента Чтобы я в неё всё-таки поиграл И хоть Трипанк 2 это, скажем так, название игры Но при этом мы должны понимать, что Трипанк это морской огурец А циферка 2 это вообще-то цифра в квадрате, то есть Трипанк в квадрате Но это немножечко все опускают этот самый факт И уже все вокруг просто растрепали тематику того, что именно на основе Фира сделан Трипанк 2 И вот знаете, я могу сказать так Я немножечко с этим не согласен, по одной простой причине Что в этой игре есть довольно большое количество различных вещей А из Фира, ну тут можно взять только две вещи Ладно, хорошо, три Это оружие, которое очень сильно похоже на Фировское Второе, это у нас анимация стрельбы И собственно, как стреляет это оружие И третье, это у нас замедление времени Но, всё-таки, Трипанк 2 Это отдельная игра со своей печальной историей Про которую я вам, как говорится, и расскажу Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы Объект 106 И в этот самый момент вы находитесь в цепких лапах горизонта И вы уже потеряли все надежды, что всё-таки каким-то образом вы сможете оттуда сбежать Но к вам приходит синдикат и говорит то, что всё, мы сопротивление, всё ок, мы тебе поможем Так что давай к нам и всё будет у тебя окей Нас привозят на базу этого самого синдиката Говорят, что всё, вот теперь вот это твоя база Ты здесь будешь жить И мы теперь будем, скажем так, вставлять палки в колеса горизонту И на этом, в принципе, вся основная вводная часть этой игры Про это, собственно, я и рассказал МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изначально, после того, как я начал играть в Трипанк 2 Тут нас начали знакомить сразу со стелсом И я по своей, скажем так, наивности думаю о том, что игра будет всё-таки немножечко уходить в стелс И, скажем так, в иммерсивность И тут можно сказать, что есть тут некоторая иммерсивность Но всё-таки её тут ближе всё-таки к тому, что её здесь нет Начнём мы, конечно же, с ближнего боя Да-да Тут человек, точнее тот, за кого мы играем в Объект 106 Любит всех очень сильно пинать ногами И пинать ногами здесь вы будете очень часто По одной простой причине, что именно пинок ногой Это самое универсальное средство упокоения любого противника в этой игре И знаете, что мне это, собственно, напоминает? Одну прекрасную игру, которую мы, к сожалению, так и не сделали обзор Хотя я делал уже на неё прохождение Но на канале её тоже нету И, к сожалению, я надеюсь, что всё-таки мы сделаем на неё обзор Я сделаю на неё прохождение Надеюсь на это Так вот, это игра под названием Bulletstorm Все прекрасно помнят этого мужика, который всех пинал ногами на кактусы Ну, здесь примерно то же самое Только здесь вы будете пинать людей Либо просто запинывать до смерти Либо пинать людей, например, там в воздух И с ними делать различные кульбиты Причём это делается, кстати, довольно круто Плюс, ко всему прочему, как я уже говорил ранее Здесь у нас есть Slow Motion И тут, знаете, если мы вспомним первый эфир То здесь как ситуация была? То есть начинается какой-то там замес Вы включаете этот самый Slow Motion Он у вас заканчивается Вы там можете отбежать, подбежать, что-то угодно Оно у вас восстанавливается И всё как бы окей В Трепанге сделали немножечко по-другому Здесь вы получаете этот самый заряд Slow Motion В тот самый момент, когда вы начинаете бить противников Чем больше вы их бьёте, тем больше вы получаете заряд Если вы противников не бьёте и не убиваете То понятное дело, что заряды Slow Motion вы получать не будете Вкупе с этим, по поводу стелса Про который я тоже уже изначально говорил Здесь у нас есть небольшой инвиз Примерно на 3-5 секунд И в этот самый промежуток времени С одной стороны можно сказать, что Ну что можно сделать, допустим, там за 3 секунды инвиза Но, с другой стороны, в некоторой промежутке времени Вы можете зайти, допустим, за спину противнику Ничего не мешает вам его схватить сзади Взять его как живой щит И начать уже с этим самым щитом отстреливаться от противников Либо вы можете взять этого противника Тихо подойти к нему в инвизе Свернуть ему голову и идти дальше И знаете, что мне это всё напоминает? Вот со всеми вот этими инвизами, слоу-моушенами Вот этими всеми вещами Замедлениями времени И нет, это не фиер Дизонор Теперь давайте пройдёмся по оружию Здесь его тоже довольно большое количество Но при этом, если вы играли уже в первый фиер То вы прекрасно поймёте, что арсенал здесь примерно плюс-минус Как раз-таки такой же Поэтому я говорю, что единственное, что вот как раз-таки взятое из первого фира Вот похожее оружие Изначально у вас будет пистолет Потом у вас будет дробовик Потом у вас будет кресы Потом у вас будет автомат обычный И после этого у вас уже будут дополнительные виды оружия Такие как пулемёт Либо ракетница Гранатомёт Трёхствольная ракетница И так далее, и тому подобное На протяжении того, как вы будете выполнять различные миссии Вы будете находить специальные коробочки Внутри которых будут лежать модификации для оружия И в тот самый момент, когда вы находите такой огромный ящик Такой светящийся Вы подбегаете к нему И вы можете любое оружие В том числе то, которое вы подобрали с противника Вы можете модернизировать теми самыми вещами, которые вам нравятся Допустим, вы можете поставить глушители Вы можете поставить прицелы Вы можете поменять ручку приклада Вы можете поменять, допустим, те же самые прицелы Можете поставить лазеры Можете поставить какие-то другие апгрейды Плюс ко всему прочему У некоторых видов оружия есть ещё дополнительные модификации Допустим, у дробовика вы можете стрелять огненными патронами Допустим, как в Call of Duty Modern Warfare было Либо, допустим, у трёхствольного гранатомёта Вы будете стрелять какими-то отбивными снарядами Но единственное, что мне на самом деле из оружия не хватало Из того же самого первого эфира Это гвоздомёта Реально охеренная штука Которая уничтожает что пехоту, что танки Что, я не знаю, всё, наверное, можно было уничтожать Гвоздомётом Поэтому я лично просто надеюсь, что его добавят Но, к сожалению, просто его не было По поводу стрельбы Тут я бы не сказал, что всё прям так однозначно По одной простой причине, что здесь стрельбу тоже взяли из первого эфира То есть вы стреляете, вообще хрен пойми куда То есть у вас дают вам дофигища патронов Вы стреляете в своё удовольствие И вам постоянно прибавляют количество патронов То есть вы постоянно-постоянно стреляете Это реально огромный плюс Но вы должны понимать, что в большинстве случаев Если вы стреляете не в слоумоушене То половина патронов будет улетать вообще не туда, куда вы бы хотели Потому что если взять те же самые автоматы То вы когда стреляете У вас спрей начинает как-то очень выше уходить вашего прицела То есть стрельба идёт не в центр Единственное оружие в этой игре, которое стреляет именно в центр Это только пистолеты Поэтому если вы любите стрелять по головам противникам То обязательно используйте именно пистолет Потому что пистолет, ну по моему скромному личному мнению Наверное самое универсальное оружие в этой игре Ну кроме концовки самой игры И после того, как в середине игры вам дают специальный шприц Который вы вставляете себе в руку И после этого вы можете просто брать две пушки в руки И начинаете просто шмалять И тут на самом деле я могу сказать так То что вместе со слоумоушеном Перестрелки будут очень сильно похожи на того же самого Макс Пейна Либо я думаю, что наверное большинство людей вспомнит такую игру Как Вульферштайн Нью Ордер И тут на самом деле замесы будут Можно даже сказать, наверное, даже и покруче Теперь по миссиям В тот самый момент, когда вы проходите игру Вы приходите на базу На этой самой базе у вас огромный стол И на этом столе вы выбираете определенное количество миссий Время прохождения игры занимает примерно 6-7 часов Я проходил за 6,5 часов эту игру Причем я выполнял еще побочные задания Поэтому здесь кроме обычных заданий Есть еще побочные задания На которых вы можете получить какие-то бонусы В этот самый момент кроется Самый краеугольный камень этой игры В который как раз таки большинству обзорщиков Засрали эту игру С вопросом о том, что в этой игре Во-первых, а типа она короткая Во-вторых, много типа миссий Которые нихрена типа не взаимосвязаны И самое плохое это типа сюжет И знаете, после того, как я посмотрел эти обзоры Я мог бы сказать, что у людей складывается Очень-очень ложное видение того Что здесь нет сюжета Понимаете, тут надо понимать одну вещь Буквально одну вещь В тот самый момент, когда вы проходите эту игру По факту здесь ведется две линии сюжета Причем вас ведут как бы по этому самому сюжету Говорят о том, какой собственно горизонт и уроды Что собственно вообще происходит И как вы должны им собственно помогать Это одна линия Вторая линия это как раз таки вопрос синдиката И в этот самый момент вы должны разделять зерна от плевел И вы должны понимать, что из этого типа правда Что из этого типа неправда Что из этого как бы вы можете додумать Что вы можете не додумать И вам на протяжении всей игры будет встречаться Огромное количество различных записок Ноутбуков, компьютеров, КПК и всего остального С различными красочными оформлениями И здесь будет расписано просто практически от и до сюжет этой самой игры Поэтому опять же возвращаясь к вопросу обзорщиков Мы прекрасно все понимаем, что эти самые обзорщики Абсолютно ни хрена ничего не читали То есть по факту все что они делали Это я подошел в игру, я сделал пью-пью И я собственно чуть не дропнул игру Потому что она для меня скучная Ну правильно она для тебя скучная, потому что ты ни хрена В нее по сути ты и не играл И я тут знаете с одной стороны я могу сказать Может быть оно и правильно А с другой стороны оно ни хрена не правильно Разработчикам за это огромный респект По одной простой причине Что они по факту, ну не то что конечно сделали прям игру в игре Но с другой стороны опять же для тех людей Которые ничего не читают Для них игра будет совершенно другая Чем у тех людей, которые Даже хотя бы хоть что-то читают И хотя бы хоть в чем-то разбираются Как бы то что они проходят эту самую игру Это будет абсолютно две разные игры Я вам серьезно говорю То есть попробуйте пройдите игру Не читая ничего И пройдите игру читая записки И вы поймете про что я говорю И после того как вы все-таки доходите до самого конца игры Как я уже говорю Если вы ни хрена не читали То в принципе для вас все будет банально Банальная игра Нету сюжета Все вам большое спасибо Но эта игра хрень А если вы все-таки вникали То в тот самый момент Когда наступает концов игры Вы такие Ну да В принципе я-то такого как бы и ожидал И думал что наверное так все-таки и будет И вот эти всякие неожиданные повороты И ты такой думаешь Ну да действительно Ну только просто Ваша задача включить в этой игре все-таки мозги Потому что если вы делаете просто пиу-пиу Ну тогда ну а что вы хотите от этой игры Ну делайте пиу-пиу хорошо Ну как бы это ваше право Но с другой стороны тогда не надо говорить О том что в этой игре нет сюжета По поводу миссий Здесь по факту в принципе Основное это делать различные диверсии Против горизонта То есть вам нужно что-то подорвать Что-то зашпионить Что-то кого-то убить Что-то сделать Ну в основном это все-таки миссии диверсии Также кроме этих самых миссий Нам будут встречаться еще различные другие миссии Которые очень схожие Допустим с одной очень мною горячо любимой игрой Под названием Singularity А именно миссии зомби И опять же говорю Пожалуйста читайте записки В этих самых записках Вы узнаете огромное количество всего Того что вообще там происходило Потому что если вы их не будете опять же читать То в большинстве случаев вы нифига не поймете Но точнее не то что нифига не поймете Вот у вас есть просто экскурс Вам говорит директор о том Что вот здесь вот то-то-то-то-то произошло На протяжении миссии с вами еще будут разговаривать Всякие горячие головы И в принципе всю нужную информацию Которая нужна вам Вы будете получать Но если вам нужно больше И вы должны будете что делать правильно читать По поводу противников Тут тоже довольно большой различный спектр Ну начнем мы конечно же с основных это спецназовцев Как раз таки этого самого горизонта Есть обычные спецназовцы Усиленные спецназовцы Супер-пупер усиленные спецназовцы Супер-пупер гипер усиленные спецназовцы И все они будут подразделяться еще на свои категории То бишь автоматчики Снайперы Либо щитовики Усиленные Огнеметчики И так далее и тому подобное Тут довольно большое количество различных противников С кем мы могли бы повоевать Плюс ко всему прочему Здесь есть миссии с потусторонними силами Со всякими зомбаками Огненными Всякими чудищами Юдищами И всеми остальными Большое количество противников За это плюс Плюс ко всему прочему Хотел бы заметить тоже еще один факт Я проходил на обычном уровне Но В тот самый момент Когда вы все таки начинаете Плюс-минус вникать в игру Вы поймете что У вас опять же в этом ящике Где вы выбираете оружие У вас написано Если вы допустим Хотите пулемет То вот эти вот самые миссии Вам нужно сделать На сложном уровне И вот после того Как вы заходите С обычного На сложный уровень Я уж не говорю То что какие-то уровни Там дальше Игра кардинально меняется Если на обычном уровне Здесь все прям весело Пиу-пиу Все прям окей То как только Вы переходите на сложный уровень То вдруг внезапно Что-то люди Не начинают ложиться Там с одного пинка С вашего ботинка Что-то вдруг внезапно У вас начали кончаться патроны Что-то внезапно Ваша полная броня Внезапно За пару секунд Буквально отлетает И вы начинаете умирать И в этот сам момент Вы начинаете думать И в этот сам момент Вы начинаете как раз таки Как-то экономить Вы как-то начинаете думать Как использовать подручные средства Допустим Те же самые гранаты Мидный как-то Или молотого Как использовать инвиз Потому что вы про него Вообще на обычном уровне сложности Вы скорее всего про него Вообще забудете Единственное для чего Вы скорее всего Его будете использовать Для того чтобы Использовать его Против щитовиков Потому что щитовики Здесь довольно суровые мужики И наваляют вам тоже люлей Так что как говорится Хрен пробьешь И хрен убьешь Вот тут я могу Только похвалить разработчиков Все очень красочно Все очень красиво Очень хорошая работа Со светом И плюс ко всему прочему Главное то Что у меня Абсолютно ничего Не лагало Не было ни лагов Не было фризов И это все На системе i5-9400F И 1660Ti По мне Это очень хороший показатель Плюс ко всему прочему Там по моему У меня были выкручены Высокие настройки И это все Работало таким образом Что ты бежишь Стреляешь Все взрывается Экраны трясутся Кровь во все стороны Льется И ты веселый Наперевес с этим Всяким оружием Бегаешь Слоу-моушене Все разлетается Искари Просто Пау И писюны По всем стенам И даже в тот самый момент Когда вы выходите На различные хоррор-миссии Они здесь тоже есть И атмосфера Этих самых хоррор-миссий Очень хорошо здесь сделана Вас не будет ничего Прям так сильно пугать Допустим Как в том же самом Первом эфире И не будет Вот этих всяких Там окровавленных Ошметков Но все-таки Атмосфера там будет Ого-го По поводу музыки Тут тоже огромный плюс Молодцы Я не знаю Где они опять же Делали все эти треки Но во всяком случае Все очень хорошо Подходило Под стилистику игры Единственное В некоторые моменты Таких знаете Самых жарких Перестрелов Когда вот Открывается перед тобой Огромная арена Вокруг тебя появляются Всяческие Снайперы Всяческие Спецназовцы И вот это Начинает музыка И вот ты такой Блин У тебя прям Начинает очень Прям пульсировать Башка Я все-таки Ну Убавлял громкость И я надеюсь Все-таки В этот момент Димон вставит Момент В котором Скажем так Я проходил Один из хурор уровней И там Такая была музыка Что у меня Просто от этой музыки Меня просто Поперло Звуки стрельбы Анимация Сама собственно Стрельба Вот Весь вид оружия И всего остального За это все Огромный плюс Молодцы Для такого проекта Мне кажется Очень недурно И да Главное Что здесь есть Русские субтитры Ну и собственно Русское меню Я скажу так Трипанк студию В данном проекте Меня очень сильно удивило Я уже давным-давно Не играл в такие Знаете Веселые Именно мясные шутеры Где В большинстве случаев Надо просто отключать мозг И знаете Игра умеет вас напрягать Скажем так Не напрягая И при этом В игру Реально интересно играть Ну опять же Я высказываю свое личное мнение Если допустим Вы прошли И вам не понравилось Обязательно конечно Тоже про это напишите В комментариях Интересно будет Про это почитать Именно вашу позицию И знаете Я бы посоветовал Реально в эту игру Поиграть Она реально интересная Для тех людей Которые читают Различные Вот эти вот Всякие записки Вот эти все вещи Тот поймет Про что я собственно говорю А тот кто их не читает Для них эта игра Будет скорее всего Скучной И унылой Ну опять же Просто пиу-пиу Это как бы весело Ну и плюс ко всему прочему То что Игра проходит за 6,5 часов Что для меня Является Золотой серединой Когда тебе игра Не успевает Надоесть И тебе Просто тупо Интересно играть От себя лично Я поставлю игре 9 баллов Из 10 Мне реально Очень сильно Понравилось И Я мог бы Смело посоветовать Вам в нее Поиграть Если вам нравится Такого типа игры Ну а на этом Наши дорогие друзья Все С вами был я Алексей Команда Юниор Продавшн Не забывайте Подписываться на наш канал И ссылочки все будут В описании к видео Так что Ребят С вас Комменты Лайки Подписки Так что Всем удачи Пока До новых встреч Продолжение следует...